Роман Дюна, написанный Фрэнком Гербертом, считается одним из самых плодотворных произведений научно-фантастической литературы. Спустя почти 20 лет, в 1984 году, Дэвид Линч снял экранизацию Дюны, которая, к сожалению, была подвергнута критике, но имела огромный успех в прокате. За прошедшие с тех пор десятилетия Дюна стала культовой, и фанаты фантастики не прочь еще разок увидеть, как мир Дюны оживет на экранах снова 18 декабря 2020 года. Судя из масштабного яркого трейлера, то, что они увидят, я имею ввиду фанаты, вряд ли разочаруют их. Однако прежде чем мы начнем разбирать трейлер по частям, коротко отвечу на вопрос, который задают те, кто смотрел этот трейлер. Что за песня играет в видео? Это песня «Эклипс» группы Pink Floyd, правда, в немного измененной форме. Эта песня является одним из лучших треков с альбома группы «The Dark Side of the Moon», который вышел еще в 1973 году. Я скину ссылку на эту песню в описании. Интересно, что песня к трейлеру была выбрана не случайно. В романе Герберта много внимания уделяется влиянию человека на экосистему. Согласно роману, имперский эколог и доктор Кайнс хочет трансформировать экосистему планеты Арракис, дабы превратить пустыню в яркую и плодородную среду. Конечно же, такие действия имеют разрушительные последствия для популяции песчаных червей, которые живут в этой самой пустыне. И вот как прокомментировал песню басист группы Pink Floyd, Роджер Уотерс. Он говорит «Я думаю, что это очень простое представление, говорящий о том, что все то хорошее, что может предложить жизнь, можно получить. Но влияние некой темной силы, свойственной нашей человеческой природе, препятствует этому». Песня адресуется слушателю и говорит ему, что если ты тоже находишься под воздействием этой силы, если эта сила не дает тебе покоя, то ведь и я тоже чувствую себя точно так же. То есть люди способны принести на планету прекрасную жизнь, и это факт. Однако в то же время они могут нанести и непоправимый ущерб. Все находится в равновесии между человечеством, Солнцем, Луной и самой Землей. И Дюна исследует этот баланс и проблемы, которые возникают, когда люди слишком далеко суют свои ручонки. Согласитесь, в сегодняшнем мире это послание как никогда актуально. Роман Герберта представляет собой научно-фантастический эпос, который знакомит читателей с фантастическим миром, в котором люди покорили космические путешествия и основали многопланетную империю, известную как Империум. Вдохновленный историей человечества, Герберт придумал, что эти планеты управляются своего рода феодальной системой, а лордами являются могущественные семьи, известные как Великие Дома. Главный герой Дюны, фактически первой книги в серии, Пол Атрейдис. Это ребенок из могущественной семьи, взявший под контроль опасную пустынную планету Арракис, известную как Дюна. Негостеприимная планета это единственный в Империи источник элемента, который называется пряность или спайс. Спайс это такое фантастическое вещество, которое делает невозможное возможным, что-то типа наркотика. В наше время самой ценной субстанцией во Вселенной является спайс-меланж. Спайс продлевает жизнь. Спайс расширяет сознание. Спайс жизненно необходим для космических путешествий. Добыча этого вещества очень и очень прибыльна, но все не то, чем кажется. Теперь давайте рассмотрим некоторые важные подробности из трейлера. Возможно некоторые имена или названия планет я буду называть неправильно. То в комментариях вы можете меня исправить, я не обижусь. Итак, новая Дюна, насколько это возможно понять по трейлеру, кажется, следует сюжету книжного романа. Из него мы знаем, что лидер Межзвездной Империи, падишах Император Шадам IV, с целью уничтожить семью, отправляет дома Тредисов на Дюну, в ловушку. Он это делает, потому что считает дома Тредисов угрозой своей власти. И для этого он вступил в сговор с домом Харконен, давним врагом дома Тредиса. И мы видим в трейлере, как Пола Тредис и его мать, леди Джессика, чудом избегают последовавшего разрушения. И поскольку за ними охотятся силы Харконенов, они отправляются в опасную пустыню. Что касается Пола Тредиса, то он известен своими частыми пророческими видениями. Но ни одно из них не встречается так часто, как синеглазая девушка, которую Пол в конечном счете встретит и узнает под именем Чани Кайнс из племени Фримена. Это коренное население планеты Арракис. Эти люди научились выживать в суровой пустыне и сыграли ключевую роль в путешествии Пола. В трейлере показаны как его первоначальные видения Чани, так и его встреча с ней после разрушения своего дома. Интересно, что ярко-голубые глаза Чани означает, что она чрезмерно употребляла пряность или спайс. Как я уже говорил, пряность это самый важный товар на Арракисе. И поэтому голубые глаза символизируют богатство и особые силы. Также этот наркотик помогает увидеть прошлое и будущее, а еще события, которые происходят где-то в настоящем. Скорее всего, Чани, используя свои возможности вследствие регулярного приема спайса, поможет Полу определить и надвигающуюся угрозу. Однако исполнительница роли Зендайя поделилась, что ее роль в фильме очень маленькая. Ну что ж, посмотрим. Идем дальше. Водная планета Каладан – это прародина дома Атрейдисов и, похоже, именно там будут начинаться события Дюны 2020 года. Когда император Шадам IV дал дому Атрейдис пустынный мир или Арракис, семья была вынуждена переехать туда. Здесь трейлер дает представление не только о местности на планете Каладан, но и о транспортных кораблях, которые использовались для перелетов между мирами и, вероятно, использовались для переброски Атрейдисов на Арракис. Еще считается, что Пол обладает немалыми способностями. В трейлере показано, как он проходит испытания на человечность под названием Гомджабар. Гомджабар – это специальная игла или дротик с каплей яда на острие. Известно, что испытания проводит Бенеджессерид – могущественный древний орден женщин, который проводит тренировки тела и разума для проверки человеческого превосходства по сравнению с неизменными животными инстинктами. В трейлере мы видим одного из членов Бенеджессерид. Вероятно, это преподобная мать Гая Хелена Мохиям, которая прибывает в родной мир Атрейдисов, дабы провести это болезненное и смертельное испытание для Пола, чтобы определить его характер, контроль и психологический потенциал. Один из моментов Дюны, который очень нелегко адаптировать на экранах, это, конечно же, эффект Хольцмана. Что-то типа защитного поля, который создает генератор Хольцмана. Защитное устройство представляет собой этакий энергетический щит, который обвивает тело воина, предотвращая проникновение энергетического оружия. Если сказать иначе, то этот эффект делает невозможным применение оружия с направленной энергией против любого стоячего противника. И к тому же делает огнестрельное оружие и всякие ракеты бесполезными, тем самым вынуждая использовать оружие только ближнего боя. Ну и то щит может пробить клинком только профессионал. И трейлер показывает, как Герни Халек, начальник вооруженных сил дома Атрэдис и инструктор по военному делу, обучает Пола этому стилю боя на мечах, чтобы пробивать этот щит Хольцмана, который традиционно изображается в виде портативных генераторов, крепившихся на поясе бойца. Однако трейлер, видимо, немного изменил расположение этого устройства. Далее перед нами герцог Лето I Атрэдис. Он отец Пола и глава их дома. Он показан в трейлере, рассматривающем на Каладане, родном мире семьи Атрэдисов, исторический артефакт своей семьи. В романе Лето осознает, что попадет в ловушку Шадама IV, переезжая на Аракис, но он не может отказать императору. И судя по обеспокоенному выражению лица актера Оскара Айзека, вероятно, его версия герцога будет испытывать похожие чувства. Кроме того, вполне возможно, что каменная табличка, которую рассматривает Лето, является одним из пророчеств, которые, как считается, касаются Пола. Еще в трейлере мы видим Леди Джессику, наложницу герцога Лето, мать Пола и представительницу ордена Бенеджессерит. В романе Джессика убегает с Полом в пустыню, и благодаря своему обучению в Бенеджессерит, она способна пройти ритуал Спайсовой Агонии, дабы стать преподобной матерью племени Фрименов. Еще в трейлере мы видим Пола в окружении дома Суфера Хавата, ментата и учителя ассасинов, служившего трем поколениям Атрэдисов, а также видим армию солдат Атрэдисов, которые займут планету Аракис. Чтобы вы понимали, ментаты в мире Дюны, это своего рода советники и люди, которые могут производить в уме быстрый и эффективный анализ любых объемов данных, и на основании этого формулировать краткие и эффективные советы, это что-то типа живых компьютеров. Еще трейлер, кажется, показывает Сардукаров, элитных суперсолдат Императора Шадама IV на суровой планете Салуца Секундус. Салуца Секундус это планета-тюрьма и невероятно жестокое и суровое место для жизни. Поэтому Сардукары проходят обучение именно там, чтобы стать одними из самых грозных вооруженных сил Императора, что-то типа древних спартанцев. Далее в трейлере мы видим Дэйва Батисту, играющего Глоссу Робана, племянника оборона Владимира Харконина, заклятого врага Лета и лидера дома Харконинов. В фильме его роль сыграет Стеллан Скарфгард, о его роли известно пока что мало. Что касается Робана, то в романе он представляется нам как очень жестокий человек с садистскими наклонностями. Он даже заработал прозвище «Зверь», убив своего родного отца. И кажется, он является одним из главных антагонистов Дюнли. Трейлер также дает нам возможность взглянуть и на Веллингтона Юэ, королевского доктора на службе у герцога Лета Атрейдиса. Как и ментаты, Бене Джессерид, врачи, подобные Веллингтону, с раннего возраста обучаются своей профессии. Считается, что этих врачей можно опознать по черной ромбовидной татуировке на лбу. Интересно, что эти врачи не могли посягнуть на человеческую жизнь и считались особенно верными людьми, что очень ценилось в королевской семье. Однако Веллингтон оказался предателен и на это намекает трейлер, где он идет вместе с людьми Глоссу Робана. Также далее мы видим человека в футуристической броне с клинком в руках. Поскольку у этого человека татуировка с серийным номером, он может быть солдатом Сардукар. Или же, как вариант, он является одним из солдат дома Атрейдисов, потому что его броня такого же цвета, как и у Дункана Айдахо, оружейного мастера дома Атрейдис. Из романа нам известно, что Дункан Айдахо пользовался успехом у женщин, поэтому в случае, если нужно было проследить за дамой или выведать у нее информацию, посылали именно Дункана. Еще трейлер предлагает нам мельком увидеть поло в стилсьюте или дистиллярном комбинезоне. Это такой специальный доспех, который носят на планете Аракис из-за сурового климата пустыни. Доспех позволяет удерживать, перерабатывать и заново употреблять влагу тела в тяжелых условиях пустыни. Также внимательные зрители, скорее всего, разглядели в кадре доктора и эколога Каинза. Интересно, что в романе Каинз это выдающийся эколог с планеты Аракис и отец Чани. Однако новая версия изменяет пол персонажа, делая его женщиной и матерью Чани. Режиссер фильма Дэнни Вильнев поделился, что в основном актерском составе отсутствуют женские персонажи, а он всегда был очень феминистичным сторонником женщин и хотел написать роль для женщины. Поэтому Каинз в новой версии Дюны это не мужчина, а женщина. Еще один известный актер, который сыграет в этом фильме, это Хавер Барден. Он исполнит роль вождя Фримена в Стилгарах. Как известно, в романе он является очень-очень важной фигурой. Он дружит с Дунканом Айдахо и принимает Джессику и Пола к себе и обучает их, как выживать в суровой пустыне. Еще в трейлере есть два коротких кадра полета орнитоптеров. Орнитоптеры это небольшие летающие корабли, которые используются для транспортировки на дальние расстояния и могут вместить от 6 до 9 пассажиров. Хотя в книге они описаны как птицеподобные корабли, кажется режиссер фильма сделал их больше похожими на насекомых. Как мне кажется на стрекозу. Ну и пожалуй самый захватывающий момент в трейлере это появление песчаного червя. Пол и Джессика убегают от этого огромного монстра, который показан нам во всей красе. В отличии от книги, в которой Пол и Джессика прячутся среди камней, дабы спастись от песчаного червя. Здесь Пол кажется противостоит монстру. Возможно это указывает на то, что персонаж приручит его в грядущей адаптации. Ну что ж, кажется это все, что мы могли заметить в трейлере. Если вы нашли какие-то еще интересные детали или может быть я что-то неправильно описал или сказал, то пожалуйста исправьте меня в комментариях. До премьеры осталось 4 месяца, конечно если пандемия не помешает фильму выйти на экран. А пока что нам остается удовольствоваться трейлером или хотя бы старой версией Дюна, которую снял Дэвид Линч. Всем хорошего дня и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok